Дай почитать. Но думаю, что название обманывает. Только от некоторых историй холодный вечер не станет теплее, а наоборот более холодными жутким. Не верьте отзывам о прекрасном языке и глубокой мысли. Странные иногда даже извращенно странные истории. Самой светлой, пожалуй, является первая лунный скрипач об удивительном скрипаче Илье, который своей игрой просит у неба чудесные звездочки. И они, согласно высшему плану, помогают людям и Аниному отцу, и Алёше. Настоящая рождественская история. Но уже другой рассказ «Отражение» имеет открытый финал. Антон, запутавшийся в личных отношениях и в жизни, получает бесплатно от странной торговки зеркальце. Случайно разбивает его и в каждом осколке видит разный вариант собственной судьбы. Ну, чем дальше вглубь книги, тем фантазия автора становится жестче и, простите, триллерней. В рассказе «На свет маяка» студент Толик приезжает на практику на остров Китовый к смотрителю маяка Потапу Андреевичу Семенову, который, странное дело, с керосиновой лампой совершает регулярные вечерние или ночные осмотры окружающей местности и очень часто приводит к себе в дом пахнувших тиной и влагой людей, поит их чаем, мастерит бумажные кораблики, дарит и провожает в дальнюю дорогу. И уж совсем жутковатая история о несчастном айтишнике Саше, у которого внезапно изнутри тела стали расти незабудки. Хорошо, что десятая история тоже рождественская о добре и благодарности. Ну что ж, спасибо автору. И на этом 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!